Иду в магазин посреди ночи, дождалась, чтобы людей не было в магазине, чтобы я была один, маску взяла, иду, а хоть мусор вынести, потому что накопилось, мусор сколько они выносили, вон смотри, целый пакован мусороида выкинул, не надо выйти мне в магазин, потому что Лене под подушку сегодня ночью надо положить, у меня кое-что есть, а кое-что нужно докупить, она давно мечтает кое-какую шоколадку, я сейчас хочу пойти в ЭТБ и ее шоколадку взять, там такая огромная плитка шоколада, вот, ее возьмут на какие-то материнок и под подушку надо положить, у нас такой обычай, напишите, у вас есть такой обычай в семье? У нас, когда я в детстве, когда маленькая была, именно на день святого Николая, ночью, родители нам клали под подушку что-то сладенькое, ну, нам обычно ложили, допустим, носочки и там конфеточки, что-то такое по минимуму, что-то один практичный подарочек и второй сладенький, или мандаринка и носочки там, или мандаринка и варежки, или шарфик такое, короче, вот, ну, не знаю, может, сегодня покажу, я просто переживаю, чтоб Лена заранее не услышала, нет, о, тут смотрите, сколько мусора, ну, я тоже вот так вот сверху не взгромоздить, я так вот тоже ставлю здесь рядом, и все, ого, что-то давно не вывозили, наверное, мусор, вот, ой, классно в детстве было, и рано, я бывала даже, утра не дожидалась, или там слыша, как мама заходит под подушку, что-то там шубуршит, что-то кладет, и мама выйдет, и я уже в темноте разглядывала, что-то мне положили, смотри, там варежки, о, класс, и в детстве радовались даже такими, ну, казалось бы, там варежки, носочки, а было радостно, или труселя, и такое ложили тоже, а шо, да, ну, сейчас у нас дети уже более балованные, вряд ли Лена обрадуется носочком или варежком, нет, поэтому что-то такое стараемся, чтоб ее заинтересовать, так, ну, людей на улицах нету, это хорошо, сейчас маску одену и быстренько слетаю, Все, ребята, скупилась, блин, долго в магазине было, прихожу, прикиньте, я же пошла с этой, шо, Лена мечтает шоколадку взять, прихожу, они как раз по акции, она так стоит 90 с чем-то гривен, а сегодня 50 с чем-то, и полка пустая, пустая, ребята, но я обратилась к работникам, и они минут, наверное, 15 искали на складе у себя эти шоколадки, нашли, правда, не тот вид, который надо было, она хотела с хлебничным наполнителем, пришло взять с этим, с лесным орехом, но ничего, взяла, еще и по акции, в два раза дешевле почти, прикольно, а на остальных видах там на ценнике написано товар в дороге, ну, то есть его нет наличия, а этот на складе еще целую ящичек, коробочку нашли, ура, с неба то ли дождь, то ли снежок, что-то, блин, дороги не вижу, лужи не вижу, сейчас уделаюсь тут вся, ну, что такое, бананом взяла, мандаринок, шоколадку, а эти бумажные полотенца взяла, дома закончились, пальма же бывает нет-нет, но нагадит дома, я убираю бумажными этими салфетками, полотенцами, все, иду домой. Здравствуйте, собачки, ты меня ждала, она так редко бывает ласковая, она в основном дерганая и гусачья, это ласковая, за мамой соскучилась, пузенька, ты соскучилась за мамой, мои собаки, где-то руки пахнут, не знаю, все такое, ой, суслик, маленький суслик, да, ты суслик, суслик, хороший, хорошая собака, ой, какая хорошая, так, ребята, показываю, что в магазине взяла, ну, такое, в принципе, постаралась, нужное, что необходимо, яйца, яйца очень большие, большие яйца в АТБ, я прямо планировала взять два десятка, взяла три, и я, отец, на три, ничего не разбила, молодец, ни одного яйца, я так надеюсь, это не то, что я, да, подожди, еще надо достать еще, а потом сказать, что не разбила, а тут вдруг, так, и эти целые, а то бабка принесла на омлет, а животных кормили, да, ну, аж такое, яйца, это надо аккуратно, так, и что, я пришла, Лена, Лена спит, ну, все время уже, в принципе, поздно, я же говорю, пошла так, чтобы, блин, народу, ай, там никого и нету в АТБ, один, что, мужчина ходил, одна женщина где-то вдалеке, так, вот, человек нашелся, так, яйца, сейчас я скажу, ребята, яйца килограмм, не килограмм, а десяток, 28,70, три десятка на 86 гривен, 10 копеек, яйца, так, это лучше, наверное, по списку достать, а, вот, шоколад, а что не 59 с чем-то, а 69,90, ну, ладно, фиг с ним, короче, так я еле раздобыла, прихожу, полки пустые, потому что скидка, они вот так, он стоит почти 100 гривен, там, 96 или сколько, за тык у шоколада, а сегодня только там 59 цена была, а что мне тут 69, ну, ладно, бог с ним, вот, все равно сэкономило, но, правда, я должна была взять с клубничный наполнитель, но нету, тот товар в дороге, а этот, пошли на склад, я нашла работника, вот, мне на складе нашли упаковку вот такого, ну, взяла такое, она давно мечтала, чтобы такая огромная, большая пакетка шоколада была, я не знаю даже, какой тут вес, а, 300 грамм, вот, с цельными орехами и какой-то карамелью, вот, такой мил, ну, милка вообще хороший молочник такой, вкусненький, так, 69,90, ну, короче, 70 гривен, так, бумажные, наконец-то, я без них жить не могу, без них страдаю, ребята, где-то что-то вытереть, где-то что-то потереть, где-то Альма там наделала убраться, ну, очень удобная штука, у нас они закончились, мы прям как без рук, да, нечем это самое, рвём эту туалетную бумагу, бегая в туалет, чтобы где-то что-то, ну, неудобно, вот, и ещё они сегодня по небольшой скидке, по 14 гривен 60 копеек, взяла сразу две, вот как, я её добыла, я уже думала, блин, сейчас с сумками переться, думаю, в сельпо идти, а, сельпо уже закрытый, там, он же до скольки там, до 11, ну, короче, слава богу, мне повезло, так, дальше пакет за 2,80, так, потом, ну, такие штучки всякие, да, 53,70, потом салфетки, вот такие, ребята, взяла на Новый год, на праздничный стол, там были жёлтые, были голубые, ну, как-то в гороши такие, вот такие у нас уже были, по-моему, прошлые на Новый год, ну, будут такие же, упаковка, 8 гривен 10 копеек, 15 штучек, вот такие красивые, потом, естественно, бананы, думаешь, всё, нету у вас бананов, да, закончились, только как раз такие зеленковатые, стараемся брать по возможности более зелёные, ну, вот именно, чтобы не испортились, потому что, да, если возьмёшь жёлтые, блин, ну, они буквально на следующий день, а мы их храним не в холодильнике, а просто на столе, и видно тепло, и они быстро дозревают, и начинают чернеть, поэтому стараюсь зелёные брать, хорошие, взяла, килограмм 27,80 на 34 гривны бананы, вот, блин, до сих пор сохнет у меня, высыхает что-то, так, мандаринки, это ж я же хочу лень под эту, под подушку мы положим шоколадку, там, потом ещё покажу, что ещё, взяла три мандаринки, вот, а, прошлый раз ты её покупал, помнишь, мелкие такие мандаринки, и она одобрила, сказала, что вкусные, ты меня снимаешь? Нет, мандаринки, да, а сейчас тебе, да, и она, я ещё говорю, о, какие маленькие мандаринки, оказались они вкусные, забыла я, клементины, или как, как-то так, а они есть, но они полугнилые, ну, я сам выбирал, там, выковыривал, вообще ничего, вообще, даже и плесень, ничего они не поприбирают, не знаю, ну, может, не успевают, пришлось взять вот такие, но они мягковатые, ну, и поэтому три штучки взяла, так, под подушку, это горб под подушкой будет, Адаряна с подушкой ложить. Так, мандарины эти, 20-30 гривен килограмм на 14 гривен, потом приправа ласочка для омлета у нас закончилась, мы сейчас в своё время частенько, ну, так как этот сам, пока болеет, что быстренько там яишенку пожарил и дальше пошёл, то приправка очень классная для омлета, для яишенки, очень, вместо соли только, если вы такой берёте, соль не добавляйте в яишенку, потому что здесь содержится соль. Так, и она сегодня по акции, ребята, 5 гривен, нет, сейчас скажу, 4 гривны 80 копеек, потом взяла на Новый год, я, ну, я же так ещё пробежала, где, что какие акции, чтобы потом не покупать подороже, я взяла ананасы на Новый год, не будем мы брать целый ананас, потому что его Лена не ест, мы едим, и то у меня желудок его не воспринимает, у меня сразу печь начинает, хотя мне он очень вкусный, обычный ананас, а этот нормальный идёт, а Лена кушает только такие, я взяла баночку, 35,90 по небольшой скидке, именно не порезанный, а кольцами, кольцами, ананас, он в сиропе, он сладкий, не кистый, хороший, пойдёт на Новый год. Дальше, приправа роллтон, 12 овощей и трав, 5 гривен 80 копеек, под подушку ещё вот такой вот сачок, вот, утречком выпьет, 4 гривны 90 копеек, потом на Новый год на крабовый салатик кукурузка, ребята, обычно беру своя линия, либо разумный выбор, но последнее время, когда берём такое ощущение, что кукуруза старая, она твёрдая, прямо вот на зубах она, ну, слишком твёрдая, поэтому попробуем другой фирмы, фирма Deluxe, это хорошая фирма, вот, будем надеяться, что она более какая-то хоть молоденькая, чтобы не жёсткая была, на крабовый салат. Так, и она сегодня по небольшой скидке, 18 гривен 50 копеек, потом дома закончилась, совсем закончилась томатная паста, но она без акции сейчас, своя линия 27 гривен 60 копеек, это хорошая томатная паста, она даже, ну, до такой степени густая, концентрированная, что она даже не падает, ну, в банке. Потом, смотрите, взяла бенгальские огни, у нас есть, с прошлого года остались, и думаю, подкупить, потому что у нас короткие, а это, смотрите, такие длинные, но здесь их всего лишь 5 штук, но зато какие 5 штук, типа, они же длинные, хочу показать вам, потому что бывают на, сейчас такие бенгальские огни, что они мало на, на этот самое, мало накладываются, ааа, чух, не такие, не такие, что они длинные, ребята. Длинная сама проволока, вот отсюда и до самого низа, мне даже пальцы не вмещаются, вот где пальцами держу, и вот как конец, вот это вот все просто железочка. А сам бенгальский огонь, вот он, вот. Так у нас дома такие же в маленькой упаковке, да, просто короче вот именно держатель, вот, а я думала, что он прям аж досюда, понял, да, тах, фигня, и тоненький, ну, будем надеяться, может, ей будет ярко светиться, ну, взяли, да ладно. Так, сейчас скажу, упаковка стоит 12 гривен 90 копеек, 5 штучек, вот, бенгальские огни, так, такое, там, конечно, валом елочные всякие, такие украшательства, всякое такое, но мы не подкупаем, мы каждый год не покупаем елочные игрушки, покупаем по мере, если, да, у нас хватает, поэтому у нас нет такого, чтобы мы каждый год обновляли, а эти куда выкидывать, ну, то есть мы такого не покупаем. Так, потом Лене под подушку я взяла, ну, так как она девушка, ей будет приятно вот такую вот штучку, духи у неё есть, этот такой, такой, как называется, есть, а вот такого вот дезодоранта у неё, ну, нет, именно чёрное-белое, то есть не оставляет следов пятен, и сегодня он по акции, ребята, 31 гривна, ну, он не вскрытый, поэтому не чувствую запах, надо его сделать, кладку не буду. Так, потом, перец чёрный дома закончился, 6 гривен, 60 копеечек, и себе взяла МакКофи, не вижу его почему-то здесь, а, вот, 2,90 МакКофи, всё, и общая сумма 454 гривны, прямо ровно, ровно-ровно, ребятки, всё, такие вот у нас покупочки, лайк поставили, поставили, всем удачных покупок, покупайте, готовьтесь к Новому году, а что, заранее, если есть какая-то скидка, да, почему бы не? Ну, конечно. Не взять, чтобы потом не передержать, чтобы потом не переплачивать. Всё, всем спасибо. Что, ребята, вот такие вот я, Леня, кладу под подушку штучки, смотрите, ну, не на святого Николаевича шоколадку, большую, которую она хотела, мандаринки, этот самый, дезодорант, вот такой вот, сок, 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 и вот такую вот штучку ребята получили, ну, заказывали в интернете, потому что у нас в городе не найти, взяли ей этот самый чехол для телефона, чехол-книжка, вот, потому что я себе взяла, она такая, ууу, классно, пить себе этот самый, ну, поэтому и ей взяли. У нас в городе наличия нет на её именно телефон, пришлось по этому интернете искать. Всё, вот такой вот с бабочками, ну, типа, на самом деле, он под этот самый, типа кожаный, под кожей, вот тут магнитная этот самый, защёлка, вот такой вот симпатюличный тихольчик. Всё, сейчас в пакетик всё запакуем и под подушку, но попозже, а то вдруг проснётся, уже ближе к утру, покладём.